С участником популярного телевизионного шоу «Один в один» мы поговорим и о телевидении, и о музыке, и о юбилеях. Александр Медведев, известный как Шура, нас в гостях. Привет, прошу. Прежде всего про «Один в один». Вот непонятная для меня история. Почему? Потому что ведь вы там стараетесь как можно ближе к оригиналу исполнить или нет? Да, да, мы стараемся буквально повторить оригинал. А смысл, когда есть оригинал? Ну, не все оригиналы живы. Некоторых уже нет. Ну, твои-то, с которых ты начал, они живы и здравствуйте. Да, живы и здравствуйте, слава богу, и долгих летом жизни. Мне повезло с двумя первыми образами. Я думаю, кнопка будет мне выдавать и в дальнейшем хорошие образы, с которыми я буду справляться. По-моему, с первыми двумя мне удалось справиться. Да, безусловно. А ты имеешь право отказаться? Нет, я не имею никакого права. То есть, вот тебе скажут, и ты должен взять под козырек и исполнить. Да, еще хочешь, что и делай. Вот, сейчас у меня замечательный образ Чили выпал, группы Чили. Как бы это вроде бы не было для вас, ну, как бы мне Чили, что наплевать, да, что мне на каблуки встать, там, два раза расплюнуть. Да не тут-то было, оказывается, все не так-то просто. Ведь тут нужно не переиграть, не сделать гротеск, не обидеть артиста, тем более ныне живущего и здравствующего артиста, еще который может приехать тебе в морду дать, если что. А она женщина такая. Вот, то есть, тут интересная история. И нужно, опять же, убрать все абсолютно свое, все, что во мне копилось. Вот именно, а ты такой, в общем-то, персонаж, ну, прямо скажем, яркий. Да, и с таким тембром, голосовым тембром, который нужно убрать и сделать тембр ее, это очень тяжело. Но с нами такие замечательные педагоги, огромная благодарность, просто сумасшедшие педагоги, которые переворачивают нас с ног на голову и делают это здорово. У нас с ног на голову, если переворачивать, то наши вот такие специальные гости, у нас есть традиция. В прошлый раз мы встречались, да, добрый день, это кто у нас? Муся. Муся? Сколько ей? С половиной года. Вот, взрослая уже такая девушка Муся. У нас есть традиция, ты не знаешь, потому что в прошлый раз не доехал зверь, вот мы зрителям пристраиваем таких вот специально подготовленных зверей. Если не мой гастрольный график, я бы с того же с тем забрал. Да? Любишь кошек? Люблю, да. Да, вот, а кошки любят тебя, наверное, да? Любят, любят, да. Я чувствую, так она еще не вырывается, готова общаться. Ну, возвращаемся, да, к проекту. Мне всегда казалось странным, когда вот таким вот именно, как ты, людям дают задачу делать других персонажей, потому что есть такие артисты, у которых, ну, они профессиональные у них, все в порядке, у них есть голос-слух, но они вот не с таким вот лицом, как у тебя, потому что у тебя достаточно такой вот, ну, имидж-то выпуклый, так скажем, впечатляющий. Да, да. И тебе, мне кажется, сложнее, чем многим другим. Очень, мне было Слеченко очень тяжело. Слеченко стоит статично, ничего не делает, даже руками. А в то время цензура была, я думаю, почему он вот так стоит? А мне объяснили, Саша, цензура, даже нельзя было руками вот так сделать. Хотя как цыгану и не дать сделать руками. Ну, да. То, что уж там вихро там, знаешь, заложить. И я вот так вот стоял, и это вообще для меня очень было необычно. И Том Джонс, которого я сделал вот в этой программе, он тоже не очень-то и двигался. А мне так уже хочется подвигаться, потому что я-то энергичный человек. И то же самое Чили, не такая уж она энергичная, понимаете. Нет, нет, а что важнее, вокально как-то попасть? Или по пластике? Безусловно, вокально. Вокально это самое. Потому что маску все-таки тебе делают визуально. Тебя как-то все-таки... Мешает же это петь, да? Мешает. Вы вживую там поете? Безусловно. Почему безусловно? Тоже сначала я думаю, знаешь, что, ну, ой, да нет, будет фонограмма, рассмазка. Думаю, какой дурак там, извините за выражение. А пришел на проект, и у меня челюсть упала на пол. Все живьем. Маска, не маска. А тебя когда-нибудь пародировали? Меня два раза пародировали. И на первом, и на втором канале. Да, замечательно. У меня Гагунский на нашем проекте. И вы знаете, я до сих пор еще кручусь на этой кнопке. Кому-то я еще и додостанусь и в нашем проекте. А, да? Да, потому что мое фото еще крутится, когда кнопку нажимаем, как бы не мне самому. А то это будет очень тяжело сделать себя 15 лет назад. А вот, мне кажется, по жизни-то Тома Джонса, да, не слушаем. Нет? Так вот Сличенко-то я как раз знал, потому что бабушка была огромной поклонницей, и я пою цыганские песни. А бабушка, я просто напомню всем, что бабушка в твоей жизни это определяющий, первый продюсер, можно сказать. Первый продюсер, да, первый митчмейкер, первые вокальные уроки. Да, это не просто так. И он был любимым ее исполнителем, и мне это было близко, и мне было так радостно, что мне это выпало в память о бабушке. Немного ли, песня называлась «Письмо матери», вот, а бабушка мне была как мамой. Вот, а вот Том Джонс для меня это вообще было что-то такое, ноу-хау. Да, не твоя история. Не моя история. Ну, мне вроде бы удалось. Не знаю, посмотрим после эфира. А вот есть прям такие исполнители, которых хотелось бы сделать? Конечно. Что, тебе достался бы, ты вот с удовольствием прям бы... Конечно, хочется многих сделать. Ай, сейчас скажу, а потом мне скажу, зачем ты. Хочется... Нет, ну почему? Ты не имеешь права. Хочется сделать Лару Вайку, или хочется сделать Людмилу Марковну Гурченко, это из женских образов. Вот. Из мужских хочется сделать Валеру Леонтьеву, очень хочу сделать Дельтаплан. А кто у тебя вообще из друзей, вот с кем ты дружишь, если вот мы говорим о друзьях, шоу, это кто? Друзья шоу-бизнеса вы имеете в виду, да? Нет, вообще. Вообще, вообще это мой коллектив. Это мой директор, мой пиар-директор, мой балет, мой звукорежиссер и все их семьи. То есть и дни рождения, и новые года, и все праздники, мы все вместе. Так как мы 24 часа каждый день, мы всегда вместе, и поэтому... Это мне повезло. У меня новая семья появилась. Девять лет назад мы познакомились с директором, перевернуло все с ног на голову, то есть отказались от большого приема алкоголя, отказались от различных дурацких развлечений, то есть ушли полностью в работу. Это здорово, сейчас очень все точно. Но считается, что на самом деле артисту нужно какое-то топливо, чем-то он же должен... Бывают выходные дни, бывают выходные дни, есть любимые рестораны, безусловно, в которые я посещаю, и где-то какое-то хорошее красное вино с удовольствием. То есть я бы стал еще и ценителем вин на старости. Мы про московские рестораны говорим? Конечно, конечно. А вот гастрольный график, когда на гастролях, там уже ведь... Бывает же, что в один и тот же город приезжаешь и второй, и третий, и четвертый раз? Конечно, у нас, как правило, так и получается. Да, и там какие-то оазисы образуются или... Образуются, образуются. Уже есть в Одессе определенные... В Одессе определенные рестораны. Уже есть в Италии сейчас, в которой я очень часто бываю, в Пизе есть 3-4 места, в Риме есть около 20 любимых мест уже, где подают шикарные трюфели. Вот, есть, конечно, конечно. Есть в Санкт-Петербурге очень много хороших мест. Да, уже есть... Вот с Одессы ты как бы, ну, начал, да? Вот вся история, да, с Одессой, вот то, что сейчас на Юго-Востоке проходит, она как-то обсуждается, ну, допустим, в коллективе? Нет, мы не обсуждаем в коллективе, это абсолютно, потому что... Но это никак не отразилось там на гастрольных планах? Безусловно, это отразилось на гастрольных планах, отразилось и по настроению в моем сердце, в моей душе, конечно. И меня это задевает, и я достаточно ранимый человек. Ну, просто как-то эта тема у нас в нашем коллективе не обсуждается, чтобы, ну, больше времени оставалось для работы. И все-таки я думаю, что правительство решит эту проблему само, и лезть в политику артистам вообще, наверное, не стоит. Ну, здесь бы с тобой не согласились бы некоторые. Ну, некоторые не согласились, некоторые бы еще никуда не ездят, поэтому... Нет, я рассуждаю, конечно, в своих куларах, в своей квартире, на своей кухне. Знаете вы, где находится у меня. Да, знаете. Да, так как мы соседи. То есть, да, вот в таких. А выносить это вот так вот на общественность, ну, у каждого свое мнение, безусловно. Ну, я не хочу высказывать его. Ну, ведь... Конечно, я переживаю. К вам же прислушиваются к артистам, потому что у каждого есть поклонники, у каждого есть фанаты, и ваше слово... Я не хочу навязывать мое мнение кому-либо. У каждого человека должно быть свое мнение в голове, свой взгляд на вещи. И вот это как раз, я считаю, неправильная политика, чтобы артисты диктовали через поклонников политику. Это вообще неправильно. Артист должен диктовать слова и тексты песен, и музыку. Вот чем должен заниматься артист. Каждый занимается своим делом. Для этого есть политики. Я могу высказать только мнение, и не более. Ну, а мне кажется, что это просто такой вот уход от неудобной темы. Это не уход, знаете, это было по жизни всегда так. Да? То есть это было... У меня всегда так было. Я всегда делал то, что люблю, то, что я умею, и то, что я точно знаю. Ведь я не учился политике, и я не могу неправильно выразиться, неправильно сказать, и чем-то кого-то обидеть. То есть я точно знаю о музыке все. Чем я занимаюсь. Я точно знаю. Хотя не знаю нот. Я знаю все о музыке. А если о музыке, мы все знаем о музыке. Этот год, да, он юбилейный. Во-первых, юбилей непосредственно. И у меня? Да, в мае. И в октябре 20 лет творческой деятельности. Как будем отмечать? Я понимаю, что в мае юбилей 40 лет не отмечают. Ну, мы-то с вами, может быть, как соседи так отметим. Да, легко-легко. Да, не день в день, а на следующий день. Вот, как пример это говорит. А так я всей души всех приглашаю, замечательных моих и наших телезрителей, на мое юбилейное шоу «20 лет творю добро». Будет называться так громко эта программа, ну, раз была такая песня. И ровно 20 лет я пою на российской эстраде. Это будет «Известие холл» на Пушкинской 30 октября. Добро пожаловать. Всего лишь один день. Это будет большое красивое шоу. Это будет цирковое шоу. Цирковое? Это будет цирковое театральное шоу. Это будет шоу живым оркестром. Это будет очень много всего необычного. Того, чего вы обо мне вообще не знали. Мы решили вот все перевернуть с ног на голову. Про цирк, по-моему, мы и не знали. С цирком-то это какая-то интрига. Откуда взялся цирк? Мы вкладываем туда и душу, и финансы все, которые есть, и романсы. Но финансы, наверное, не только вкладываются. Это все-таки коммерческое будет мероприятие. Это будет не коммерческое мероприятие. Это будет убыточное мне мероприятие. Это будет мероприятие для людей. Это будет отчетный концерт. Никогда отчетный концерт не приносил никому никакую прибыль. Разве? Да, но если только уж совсем каким-то там, знаешь, заумным. А так вот, если по чесноку, обыкновенному артисту, который хочет сделать красивое шоу, то это всегда в убыток. Ну и что? А на чем деньги зарабатывать? Сейчас ведь с корпоративами тоже, мне кажется, как-то... Вы знаете, я не страдаю, нет. У меня все замечательно. Нет, ну хорошо. Я не поднял цену. Я понимаю, что про свои там личные дела не всегда хочется говорить. Почему? Я всегда говорю о своих личных делах и ничего не стесняюсь никогда. Нет, ну а в целом в отрасли сейчас ведь несколько изменилось, да, вот положение? У меня 14-го числа три концерта. Так, ага. У меня все нормально. Но это в основном клубные, да? Безусловно, нет. Нет, у меня нет зальников. Я просто, даже если их предлагают, я не иду на это. Потому что я знаю по нашим даже матерым, не буду называть их имен, да, тем самым звездам, да, что они даже уже тысячники не собирают, уже только по 500. То есть мне лучше прийти в битком набитый клуб и отпеть концерт, чем прийти в полупустой зал. А ценник все равно будет один и тот же. То есть у меня клубы, это мое, мне это радует. А ведь клуб, да, и зал, это ведь еще, наверное, энергетика другая. Это абсолютно энергетика и сама подача твоя другая, подача оттуда другая. Ну степень ответственности, говорят, ой, степень ответственности в клубе меньше. Нет, нифига, не сказал бы я так. То есть я подхожу так же основательно к залу, если приходится когда-то работать в зал. Так же ответственность, меня так же трясет перед выходом на сцену в клуб. А трясет? А как мне трясет на это шоу, вы не представляете, что со мной? Я пью валерьянку перед выходом на этот канал, это что-то. Для меня это, я никогда не думал, что в 40 лет я буду переживать за выход на сцену. Но это хорошее переживание, это очень приятное ощущение. Ну про клубы, вот Евгений Маргулис интересно рассказывал, что ему нравятся клубы, потому что он любит видеть лица, любит вот... В зале лица не видишь. Не видишь? В зале на тебя светят порталы и светит пушка, ты абсолютно не видишь никого. А вот мне кажется, это же может как-то смутить, увидишь какое-нибудь лицо там, человек там позевывает или что-то, и сразу облом. И все, и все это. Мне кажется, лучше не смотреть. А я и в клубах не смотрю. Честно скажу, я пою вот туда, над головами. Репертуар приходится каким-нибудь образом вот под аудиторию подстраивать? То есть есть понимание, что... Каждый раз я прихожу на саундчек, хотя меня многие говорят, зачем ты идешь на саундчек? У меня огромная с собой уже аппаратура, багаж, который мы возим с собой, который не нужно идти мне на саундчек, но я всегда иду на саундчек, потому что мне нужно посмотреть зал, как стоят столы, какой будет цвет, где у нас окна, где бар. Спрашиваю, подхожу, какая у вас публика, продаются ли заранее столики. Директор всегда ругается, зачем тебе это надо. Мне это надо, чтобы понять, как составить программу, что спеть. Можно изначально выдать хиты или попозже оттянуть. Будут ли в зале дети, потому что иногда в ночные клубы сейчас стали пускать с детьми в частные ночные клубы. Но дети это подростки? Нет, приходят за стакими. Приходят и уже понимаю, что мне одеть, какой высоты длины, какой высоты каблук и каблук ли вообще. Скажите, про детей, просто по ассоциации. Какой-то там был период, в интервью часто говорилось, что вот, хочу детей, будут дети. Ну, хочу, хочу это хочу. Проехали, да? Нет, не проехали, хочу опять детей. Но? Сейчас 40 лет отмечу и посмотрим. Просто не все было хорошо уже в жизни по здоровью. Ну, это известная история. Аркобольной постоянно сдаю анализы, хожу, но вроде вот последние анализы, как бы хорошие. Абсолютно. Да, читал, кстати, в одной газете, не буду ее называть, что Медведев все придумал про рак, никакого рака у него нет. Чтоб та газета обанкротилась. Да. Чтоб ты сгорела, та газета. Нет, вообще, я не понимаю тех людей, действительно, которые вот об этом могут говорить, врать. То есть, Господь, безусловно, потом накажет за такое вранье. А я как-то говорил про наркотики, которые я когда-то употреблял в жизни, так же про этот рак, куда я пропал. Ну, что я был... Это связанные две вещи? Это были абсолютно связанные две вещи. Вот. Да, потому что было столько много этих наркотиков, что организм уже не справлялся с этим, и он выдал мне эту болячку. Но я благодарен Богу за то, что у меня случилось это. Потому что если бы не было рака, я не получил бы этот урок. Я бы просто сдох, и все. А я получил этот урок, я получил это в наказание и в награду одновременно. В наказание за что? Ну, за такое употребление, за наплевательское отношение, к тому, что все-таки тебя любят, а ты... Ну, я делал это от одиночества. Ты приходишь домой, ты абсолютно один. Перед тобой стадион, а ты приходишь домой, ты один, чтобы не сойти с ума. Ну, это, опять же, может, я в оправдании себе это говорю. А когда певец Медведев в последний раз был в Новосибирске? Именно вот как вот в качестве... В качестве артиста. В качестве артиста, да. Ага. Ну, была такая история, пригласили, большой сольный концерт, сборная солянка. Вот. В тот же день я передавал документы маме на квартиру. Это происходило очень весело. Я подъехал на своей машине, мама с друзьями на своей. Вот так вытянулась мамина рука, забрались документы, закрылось окно. Не спасибо, не пожалуйста, уехали. Вот. Чуть позже мы узнаем, что в этом зале была перепродажа билетов. И за место трех тысяч было продано чуть ли не восемь тысяч. Там такая давка, что убили одного человека, задавили. Причем этот человек... То есть такой аншлаг был, да? Такой был аншлаг, но там была сборная солянка. А, как и не сольный был. Не сольный концерт, слава богу. И половине артистам уже не заплатили даже половину суммы. И я думаю, и мне дали только три копейки, и мне гримерку не дали, и гостиницу не оплатили. Да пошли вы. Мы собрались и улетели. То есть, ну вот так. В оконцовке казалось что? Что эти люди просто торговали овощами и фруктами, и решили в один из прекрасных дней сделать сольный концерт, вот такую сборную солянку. Никому не заплачили гонорар, концерт состоялся, кто-то отпел, кто-то улетел. Ну было такое безобразие, как-то больше не хочется. А вообще город считает почему-то, не знаю, с какого перепуга, что я должен прилетать к нему абсолютно бесплатно и петь на каждом углу. Я так не считаю. Ну как, потому что... Я бы с удовольствием, если бы хотя бы... Родина? Вот так хотя бы сказали однажды, Саша, мы тебя просим, пожалуйста, приедь, тебя мы любим, ждем и спой. Нет. Говорится другим текстом, другими словами в приказном тоне. Нет, не поеду. Ну, среди городов, если уж мы там, я не знаю, и по зарубежью прошлись, и Одессу вспомнили, а про Ригу, Рига ведь тоже, мне кажется, в биографии такой, да? Замечательно. Мы вернулись не из Риги, а из Талина недавно, как раз... А нет, ну а ты напомни, в чем Рига, в биографии. Рига, Рига, Рига у меня замечательная, Рига меня вообще как музыка, она связала, а тут Рига меня связала, Рига меня связала с двумя вещами. Прекрасный город, я езжу туда на гастроли постоянно. Еще я там закончил школу фитодизайна и получил свой первый диплом. Я не окончил школу. Это было сколько лет? Это было. Мне тогда было как раз 13 лет. 13 лет я после получения диплома пошел петь в ресторан. Я приехал в Лигу со своей тетей Таней, тетей родной, посмотреть на город. И в гостинице, как сейчас, по-моему, спортивная она называлась, были курсы по фитодизайну. А я уже дома что-то ковырял с цветочков, делал какие-то букетики. Даже кто-то их покупал уже в то время. У меня так смешно получалось. И я думаю, дай-ка я пойду схожу. Там что-то такие латы-столики, не помню какие деньги в те времена были. Что-то копейки. Я пошел, мне понравилось. И так на меня странно посмотрела японка. Все взрослые люди сидят, какой-то пацан пришел. И главное, делает сидит. И делает красиво по цветам. То есть составляет, то есть мозги есть. Экибана, да. Экибана. И она мне предложила бесплатно у нее остаться на курсах. И даже мне оплатила отель. То есть тетя, конечно, с радостью, она говорит, о, замечательно. Мне тебя обратно не тащить в Новосибирск в этом ужасном поезде. Вот. И я полгода, я прожил, я был на питании в столовой. Там, ну, мне всего хватало. Отучился, получил диплом. Являюсь сценографом и фитодизайнером. А где сейчас тетя Таня? Тетя Таня? Да. Ну, дай бог ей здоровья в Новосибирске. Я очень, вот, то, что связано с Новосибирском, я как-то потерял все родственные отношения. У меня есть другая родственная линия, это в Алмате. Вот, с Алматой я общаюсь. А что там в Казахстане? Там бабушкина, бабушка у меня была близнецом, вот ее близнец. Угу, я не знал, кстати, да, что бабушка... Вот, ну, плохо себя сейчас чувствует, правда, вот, ну, дай бог, что все... А считается, что близнецы, они ведь очень связаны, и, наверное, смерть бабушки очень... Да, но она пережила намного дольше бабушек, но сейчас тоже она плохая. Вот, ну, там большая семья, я думаю, все справятся, все будет, все хорошо. Я надеюсь, что все будет хорошо, мы переходим к нашей финальной части «Игра в правду». Значит, я напомню, как это выглядит, здесь четырех цветов фишечки, выбирается фишка наугад, и такого же цвета потом карточка. На карточке вопросы самые разные. Коварные. Ну, бывают разные, бывают и коварные. Так, так, сперва фишку сюда. Так, это свободный вопрос, это значит, я сам вытащу карточку, ну, вот, самую верхнюю, на подумать. Читаем. В детстве вы отказывали... Отказывали дружить с толстыми или непрекрасными детьми? Да. Нет, бронье. Бронье. В детстве у меня был самый замечательный друг, его звали Ваня, это был «Дети солнца», как называют, я не буду говорить по-другому. Он жил в соседнем подъезде, к сожалению, сейчас его уже нет. Это был мой друг. Это даже больше, чем толстый худой, это намного круче. И он был гениальный, он был веселый, классный, обаятельный. Мы лепили с ним куличики в песочнице, он очень медленно ходил, но меня это нисколько не смущало. Принят. Второй. Желтый, любую, любую желтую, какая покажется так. Писали ли вы когда-нибудь на машинах надписи из серии «Помой меня»? Нет. Я дома раз... Я уж сам пойду помою, что писать-то это. Дураки только делают, пишут. Марать руки? Ну, что за бред? А медведи, вы что-нибудь писали на машине когда-нибудь? Мне? У меня всегда чистая машина. Понятно. Так, и крайний, как принято сейчас говорить. Красный. Да, вы красный. Вам иногда кажется, что ваш партнер крайне скучный человек? Нет, у меня нет таких партнеров. Все мои партнеры и партнерши очень веселые и забавные люди. Нет, мне всегда везет с моим окружением. Хорошо. Так, мы еще пропиарим на последующих кошечку, а я дарю Александру книжку «24 кадра правды» про кино. Давайте, давайте сюда зверя. И пожелаем нашему гостю, мы желаем, чтобы у него все юбилеи прошли весело, чтобы преуспел он в проекте «Один в один». Вот, а мы вместе, вдвоем, да, мы же желаем, да? Мы желаем счастья. Дорогая моя, мы желаем. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Шура знает классику советского урока. Спасибо. Класс. Какая самка. Спасибо.